Правительство Тверской области рассмотрело во вторник проект регионального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Комментируя итоги заседания, губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что Верхневолжье получит сбалансированный документ, который позволит успешно проводить социально-экономическую политику. В будущем году доходы областного бюджета запланированы в размере 97 миллиардов 800 миллионов рублей. Таким образом, рост составит 1,2% по отношению к нынешнему году. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы предусмотрены в объеме 67 миллиардов 400 миллионов с увеличением в 5,4% относительно 2022 года. Более четверти расходов направят на развитие дорожного хозяйства и транспортного комплекса, в том числе на продолжение строительства Западного моста, а также на поддержку инвестиционных проектов, модернизацию промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Всего это порядка 27 миллиардов рублей. Также важно отметить, что увеличен объем поддержки сельского хозяйства, молодежной политики. У нас также сохраняется динамика положительного роста объемов ремонта и строительства дорог. И, конечно, надо отметить, что сегодня вопрос образования, воспитания нашего молодого подрастающего поколения тоже стоит в приоритетах, как, собственно, и всегда, семейная политика и поддержка мероприятий по участию в специальной военной операции. Достаточно сказать, что на реализацию государственных программ здравоохранения, семейной и демографической политики, образования, социальной защиты, сферах культуры и спорта предусмотрено направить свыше 48 миллиардов рублей, или 46% всех расходов. Предполагается сохранение и развитие комплекса мер для семей с детьми, в том числе многодетных. В числе новых направлений работы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В 2023 году на реализацию национальных проектов предусмотрено выделить более 20 миллиардов рублей. Наибольший объем финансирования получат безопасные и качественные дороги, здравоохранение, жилье и городская среда, демография. Все это говорит о том, что Верхний Волжи снова получает сбалансированный бюджет. У нас стабильная динамика доходной части. Это очень важно, это подтверждает объективные показатели всех расчетов. Это позволит обеспечить все социальные обязательства, которые регион делал для себя. Очень важно, что мы сохраняем еще один адресной инвестиционной программы. Адресная инвестиционная программа включает важные инфраструктурные проекты. Строительство детской областной клинической больницы, Беженской ЦРБ, футбольного манежа в Твери, объектов кластера Волжское море, социальных учреждений и транспортной инфраструктуры. Также Тверская область нацелена на реализацию ответственной долговой политики и повышение ее эффективности. По сравнению с 2016 годом госдолг региона уменьшился на 13 миллиардов 200 миллионов рублей. Областными властями предусмотрено дальнейшее ежегодное снижение уровня долговой нагрузки, а также привлечение федеральной бюджетной поддержки. Вместо коммерческих кредитов.